Что если вы были бы связаны с каждым в мире? Как изменилась бы ваша жизнь? Что если бы вы могли видеть закономерности? Видеть красоту? Новые идеи в науке Укрепите свою связь С природой Со звездами и друг с другом Учитесь видеть мир И начали Согласованная вселенная Сценарист и режиссер Малькольм Картер Видим ли мы вселенную Открывая глаза Видим ли мы свой внутренний потенциал Сначала был огонь Затем сталь И вскоре мы стали задавать вопросы Кто я? Почему я здесь? Величайшие умы истории Пифагор Сократ Платон Руми Леонардо да Винчи Майкл Фарадей Макс Планк Никола Тесла И Альберт Энштейн Они начали изучать Серьезные вопросы жизни И вселенной Их коллективная работа Указывает на нечто важное Мы связаны больше Чем кто-либо когда-то думал Их идеи Опережали их время Они оставили другим Скрытые послания Потому что в свое время Они могли поделиться этим С немногим Мы живем в эпоху Когда можно связаться С любой точкой земного шара Мы все связаны Но это не просто чувство Это еще и математическое уравнение Многим идея того Что все мы связаны Кажется банальностью В некотором смысле Мы разъединены больше Чем когда-либо Война Насилие Алчность Трагедии Эти сюжеты заполняют Все новости И это очень разъединенный Взгляд на мир Мы против них Ты против меня Опасность и катастрофа За каждым углом Но замешаны ли мы в этом? Потому что многие Вынуждены на это смотреть Их тянет К худшим аспектам Человечества И темп лишь нарастает Почему мы так быстро Нчимся по жизни? Принимаем на веру Обрывки сообщений Без голоса Души И контекста Воспринимая байты И частицы информации Трудно представить Целую картину Почему мир Кажется таким безумным? Почему мы столько Времени посвящаем Погоне за деньгами И карьерой За близостью И вещами? Наш график Так плотен Что на самом деле Мы лишь хотим Просто быть вместе За всем нашим прогрессом Мы потеряли связь С единственной важной вещью Мы разъединены Хотя притворяемся связанными И благодаря связи На расстоянии Некоторым легче говорить Обидные вещи Лиэн Я бросаю тебя Эй, Ларкин В понедельник на работу Не приходи Ты уволен Нам трудно Оставаться на связи С любимыми Не говоря уже Об остальном человечестве Есть страх И красота Какой мир нам нужен Связь с миром Меняет наше восприятие В основе всего живого Лежит скрытая математика Насим Харамейн Насим Харамейн Полагает, что мир Связан на глубоком уровне Наша Вселенная Наша Вселенная полна загадок Наши планеты Звезды и галактики Составляют лишь 4,9% Материи Вселенной Что же есть Остальная Вселенная? Темная материя? Темная энергия? В нашей Вселенной Существует много Необъяснимой энергии В 1992-м Исследователь космического фона Наса Определил колебания Фоновой энергии Вселенной Чтобы изучить эту тайну Вспомним слова Николы Теслы Если хотите понять Вселенную Мыслите терминами энергии Частоты и колебания Поток энергии Вселенной Есть как вокруг Так и внутри вас Когда люди понимают Что все связано Ощущение разделения Ощущение того, что мы изолированы Надеюсь, оно уходит И его заменяют Понимание того, что мы Являемся частью Невероятного творения В котором все взаимосвязано Все связано Через космическую энергию И на самом деле Пространство создает Материю Реальность И людей И они часть всего этого И люди Замечают Невероятный потенциал Который у них есть Невероятное чудо Которым является их жизнь Они могут испытывать Эту связь Со всем миром Это ощущение резонанса Взаимосвязи со всем Что есть В естественном мире Возможно Возможно В результате понимания этого На глубоком уровне Люди начнут Более глубоко Понимать И себя А также Функционирование Вселенной И это Даст людям надежду Есть ли у нашей Взаимосвязи Научное основание Эйнштейн изменил мир Одним уравнением И все же Его важнейший труд По созданию Единой теории Вселенной Так и не был завершен Эйнштейн понимал Насколько это важно Для человечества И продолжал Искать ответы Но его время Истекло До достижения Результата Эйнштейн Умер 18 апреля 55 года Другие Руководствовались Трудами Эйнштейна В поиске Единой теории Всего Некоторые догадались О связи Между макро И микро В прошлом Мы выстраивали Вокруг нее Мифологию Но что Если бы мы Могли понять Ее через Призму науки Насим Харамейн Исследовал Взаимосвязь Всех вещей Изучение Вселенной Через математику И физику Было сложным Тем не менее Эта сложность Порождает Простоту А вдруг Есть способ Доказать Что все Взаимосвязано И является Одним целым Одновременно Для понимания Нам предстоит Путешествие Начинающееся С протона Если вспомнить Школьную физику Атомы Находятся Повсюду А в центре Каждого Из них Протон Следовательно Чтобы понять Вселенную Необходимо Точно Понять Протон Новые Измерения Протонов Влекут за собой Изменения Актуальных Идей Насим Харамейн Первым Точно Предсказал Новые Рамки Диапазона Заряда Протонов Протон Может быть Ключом К Научному Пониманию Взаимосвязанности Всего Во Вселенной В 1905 Эйнштейн Представил На примере Едущего В поезде Человека Теорию Относительности Он Объединил Энергию И массу В свою Знаменитую Формулу Но позже В мире Физики Случился Раскол Когда Нильс Бор И группа Ученых Стали изучать Квантовую Механику Они Видели Два Мира Малый Квантовый Описывающий Вероятности И Неопределенности И более Крупный Математический Этот Раскол Привел К Очень Расхожим Точкам Зрения Насим Харамейн Научный Директор Проекта Резонанс Очень Давно Стремился Вывести Единую Теорию Всего Я Я Никогда не терял Интерес К изучению Вселенной как я сюда попал что есть жизнь как я передвигаю миллиарды и триллионы атомов я изучал все это ради личного удовольствия а не ради степени магистра или какой-то диссертации я знал что иначе почувствую себя ограничен я знал что мне дадут очень конкретную идею для развития я этого не хотел я хотел полной свободы хотел думать то что думаю это вывело меня на очень особенный путь конечно кое в чем я заблуждался но в итоге все начало складываться и я нашел нечто очень фундаментальная и глубокая фанта ментарь права чтобы понять как все связано носим изучал природу он исследовал закономерности или макро при микро он стал задавать вопросы по поводу принципов которые наука принимала как данность и задумался а не сошли ли мы где-то с пути продолжая свой путь он стал понимать чтобы уяснить как все связано нужно на все взглянуть все что мы испытываем как реальность на самом деле на 99 и 9 процентов состоит из пространство частичка не являющийся пространством которую мы определяем как нечто материальный мир на самом деле лишь вибрация электромагнитная граница в которую мы врезаемся это мы называем реальностью камнем атомом водой песком звездами галактикой может на самом деле не материя определяет пространство а пространство определяет материю просто невероятно если убрать пустое пространство в каждом атоме каждого человека и сжать их все вместе все человечество было бы размером с кубик сахара конечно у него была бы плотность нейтронной звезды и вес примерно в 478 миллионов тонн это помогает постичь важность понимания того что каждый из нас сделан в основном из пустого пространства но как оказалось это пространство не пустое было обнаружено что на квантовом уровне пространство колеблется с огромной энергией компонент динамической энергии очень силен в речь не только о пространстве вне нашей планеты речь и о пространстве внутри каждого атома вашего организма это общее для всех людей на этой планете независимо от расы цвета или религии мы все индивидуальны но все же это динамическая энергия вселенной постоянно течет по пространству внутри каждого нашего атома объединяя нас у это помогает понять глубокую цитату поэта руми усе ты не капля воды в океане и целый океан в капли и буквально можно ощутить в себе силу вселенной соединяющую вас во всем и динамическая энергия делает вас частью всего этого великий физик-теоретик джон арчибальт уиллер коллега энштейна сказал это центральная догма пустое пространство на самом деле не пусто это точка самой жестокой физики физик-теоретик дэвид бом пояснял пространство не пусто и вселенная не отделена от космического моря энергии энштейн говорил физические объекты находятся не в пространстве но они растянуты пространственно как поля в этом смысле идея пустого пространства теряет смысл фоновая энергия существующая повсюду в пространстве в физике описывается как с вакуум до вакуум есть ли способ использовать энергию вакуума они неестественные источники ур человечество несостоятелен милионы лет нас окружали магнитные поля о которых мы не знали пока фарадей не понял что проводя магнит через провода можно получить электричество источник энергии который может питать все современные устройства теперь мы знаем что существует и другое невидимое поле и крупный источник материального мира окружающий нас путем постижения его структуры мы можем питать мир много поколений ученые всего мира ищут способ покорить энергию вакуума и их успех очень важен нынешние войны и потенциальные конфликты будущего будут истощать ресурсов вроде нефти и воды огромная энергия поможет создать в мире стабильность и снизить угрозу уничтожения энергетических запасов что толкает государства с войны войны и крупная часть нашего прошлого но обязательно ли им быть и крупной частью нашего будущего войны приносили человечеству ужас и страдания и это возможно лучший пример того что случается когда мы разъединяемся ганди сказал принцип око за око ослепляет весь мир существует лучший способ с нашими современными способностями жертв может и не быть джин родербери создатель стартрека сказал сила цивилизации измеряется не ее способностью воевать файл у нас способностью предотвращать войны на постижение способов украшения энергии вакуума может иметь большое значение но для этого требуется переворот в сознание величайшие продвижения науки осуществлялись смелыми людьми идеи которых бросали вызов общепринятым суждениям первоначальное отторжение этих идей не было редкостью галилео побывал в тюрьме фарадея не принимали из-за недостаточного образования а знаете что случилось когда энштейн в 1905 издал свои труды на все ничего люди не разделили его идей единственным кто понял достижение энштейна был макс планк ставший отцом квантовой теории он там фиры продвигать независимые идеи вне академического мира было крайне сложно во многих случаях это было болезненно приносило постоянное ощущение неприятия непонимание постоянные споры ссоры предвзятые суждения это был долгий путь однако он заставлял быть точнее копать все глубже ткан тенью диггин диппи и быть невероятно осторожными по поводу расчетов и их представления миру это служило определенной цели наш материальный мир не является целостным сон как кажется на квантовом уровне как почти век назад говорил тесла не нужно мыслить о вселенной терминами энергии чистоты и колебания они целостных физических форм мы имеем дело не с бильярдными шарами это скорее волны колебания в вакууме это как бросить камень в пруд по воде расходятся круги могут пересекаться но они не уничтожают волны других они просто пересекаются точно также пересекаются и колебания сфер в вакууме и эта голографическая структура самого пространства вот этот перекрывающийся рисунок содержащий информацию обо всей вселенной идею голографической вселенной впервые предложил физик дэвид бомб развил ее герард тихофт а позже расширил леонард саскент вдохновением послужило новое понимание термодинамики черных дыр информация черной дыре расположена на ее двухмерной поверхности известны как горизонт событий простой пример если бросить в черную дыру кошелек он будто поглощен ею вся информация внутри кошелька будет расположена на поверхности черной дыры потому что это правило вселенной вещество нельзя создать или уничтожить голограммы создаются путем использования лазеров для считывания информации с объекта в форме рисунка отраженные от объекта свет объединяются с лучом для создания рисунка который можно нанести на фото чувствительную поверхность а в итоге создается изображение которое можно просмотреть с любого угла информация присутствует в каждой точке если голограмму перерезать пополам полное изображение находится на обеих частях если ее перерезать снова целое изображение будет на каждой части это не настоящий объект а точное его представление на 7 хромейн полагает что представление вселенной зашифровано в последовательности колебаний на поверхности каждого протона отличие от статической голограммы заключается в том что этот голографический шифр динамичен каждую микросекунду и постоянно течет во вселенной мы часто слышим идею того что все связано все едино мы слышим это даже от специалистов по древним цивилизациям современных мыслителей философов духовников и это великая идея для многих она перекликается с правдой но в чем правда моя работа открывает дверь к пониманию динамики и механики того как все связано это уже не просто догма или идея это все основано на реальной физике если присмотреться к природе можно найти высокий уровень согласованности геометрии и обнаружить взаимосвязанность созависимость всех вещей между собой вся система сбалансировано функционирует вместе и я задумался каков источник этой самодостаточной системы органайзинг сестра увиденное зависит от того как смотреть ну можно просканировать объект и изучить его можно взглянуть поближе используя микроскоп в этом примере вы увидите миллионы волокон которые долго можно изучать если слишком долго всматриваться видны лишь части целого немного отдалившись вы видите отдельные части и понимаете как они связаны с другими выстраивается целая картина представьте что мы можем постичь если научимся мыслить иначе и смотреть на мир с точки зрения целостной связи Эйнштейн считал геометрию ключом к пониманию единства вселенной потому что она представляет отношения между объектами великие мыслители открывали геометрию природы например золотое сечение и ряд фибоначчи во многих разных формах жизни когда Насим Харамейн проанализировал эти геометрические отношения в трехмерной форме он понял что отношение 1 к 1 и 618 тысячных оно же золотое сечение является фундаментальной частью пространства Леонардо да Винчи зашифровал это в своем знаменитом витрувианском человеке показав что золотое сечение существует в нашем теле в разных пропорциях и так не только в людях но и в животных в растениях и в искусстве Геометрическая симметрия даже влияет на наше восприятие красоты Проводя время с природой мы понимаем что все взаимосвязано и взаимозависимо Мы склонны изолировать системы и анализировать их отдельно не связывая с остальной вселенной поэтому многие законы физики начинаются так внутри изолированные системы но если поискать изолированную систему в физическом словаре то вы ничего не найдете во вселенной нет ничего что можно было бы полностью изолировать нельзя изолировать гравитационные электромагнитные поля и так далее нам нужна наука учитывающая отношение всех вещей между собой чтобы найти фундаментальный принцип мироздания нужно воспринимать природу естественно математики должны объединиться и выдать прекрасные результаты ученым слишком легко прийти в лабораторию и пытаться работать с теорией теряя контакт с естественным миром Катаясь на серфе я постоянно сообщаюсь с фундаментальными закономерностями природы по волне туда-сюда перемещаются частицы энергия толкает меня через океан я забираюсь в центр больших волн и воронок познаю их динамику в этом есть нечто очень глубокое это вдохновляет когда я вывожу формулы в лаборатории это все в моей клеточной памяти для многих горожан природа лишь неясное воспоминание нас захватывают технологии мы придаем цифровой реальности такую важность что иногда игнорируем материальную и рискуем все это тесно связано с нашими отношениями и благополучием мы позволяем шуму технологий заглушать наш внутренний голос в котором на сим видит источник вдохновения нужно время от времени отсоединяться чтобы воссоединиться некоторые лучшие воспоминания в моей жизни связаны с периодом когда я был в уединении в то время я находился в канаде у меня было все больше интереса к природе физике и пониманию реальности и другие интересы отходили на задний план я жил в фургоне и продолжал исследование я знал если постараться минимизировать расходы раздобыть достаточно ресурсов то можно будет продолжать работать дальше на полную искать подсказки к процессу объединения физических сил я находился в невероятной исследовательской зоне пресыщенной информацией я находил все больше информации детали пазла складывались и миг за мигом я думал о боже о боже раз за разом это было прекрасно это был самый преображающий опыт в жизни и большинство написанной мной физики я написал здесь конечно на расчеты у меня ушло 25 лет но я знал что напал на след я изучал продвинутую физику приходил к конкретным выводам и расшифровывал древние тексты древние традиции которые полностью подходили под мои физические понятия под мое понимание мироздания и существование материальной структуры многие цивилизации где присутствовали древние символы располагали тысячами различных очень странных аномалий это невероятные чудеса света которых нельзя воссоздать даже при помощи технологий эти символы и тайная геометрия указывают на фундаментальное понимание структуры пространства создание материи контроля над гравитационными полями я рассчитывал на то что теоретические исследования в итоге приведут к продвинутым технологиям позволяющим контролировать гравитационные и электромагнитные поля решающим для цивилизации образом многие жители западного мира не понимают учения культуры майя и думали что 21 декабря 2012 года состоится конец света однако старейшины майя прямо сказали что 21 декабря 2012 не конец света а лишь конец старого цикла у нас есть шанс начать сначала новая эпоха общения понимание и что интересно 21 декабря 2012 Насим Харамейн отправил в библиотеку конгресса статью впервые объединившую квантовую и космологическую физику результатом моего уравнения была точная гравитационная масса черной дыры если бы я решил уравнение Эйнштейна чтобы найти массу черной дыры я бы получил точно тот же результат и внезапно я впервые за весь ход исследования понял что нашел нечто глубокое если пространство все объединяет если все появляется из пространства и возвращается в него то пространство является великим организатором пространство это то что связывает все остальное то что собирает информацию с каждой точки в космосе если изучить колебания вакуума уровень энергии внутри протона и в вакуумных колебаниях масса вакуума внутри крошечного протона в центре атома эквивалентна массе остальных протонов во вселенной вся материя вселенной голографически представлена колебаниями вакуума внутри маленького протона который объединяет все протоны вселенной а 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 еще один важный вопрос в попытках понять природу вещей случайно ли вселенная подумайте о биоразнообразии нашей планеты о всех живых существах мы живем в удивительном мире подумайте о сложности шимпанзе подумайте о медузе или травинки или о чем-то менее сложном неживом просто кубики рубика три ряда три столбца три измерения шесть граней какова математическая вероятность сложить его случайно 13,8 миллиардов лет примерный текущий возраст вселенной если бы вы могли отправить слепого назад во времени с перемешанным кубиком рубика и он делал бы по ходу в секунду как думаете сколько времени ушло бы на решение за 13,8 миллиардов лет существования нашей вселенной у вас было бы меньше одного процента на успех сколько бы заняло точное решение кубик рубика может существовать в 43 квинтиллионных состояний чтобы пройти каждое из них не повторяясь потребовалось бы 1,4 триллиона лет и в какой-то момент вы бы его сложили но могли бы потребоваться миллиарды лет существования вселенной чтобы случайно сложить кубик рубика представьте невероятную сложность человека 100 триллионов клеток общающихся каждую миллисекунду чтобы убедиться в исправности всех систем представьте все детали все возможности сколько ушло бы на такую организацию потому что мы намного сложнее чем кубик рубика и все же человечество существует как же это возможно что если бы могли что-то сказать слепому если дать хотя бы толику информации да вы идете в правильном направлении или нет вы отдаляетесь кубик рубика был бы сложен за несколько минут от многих миллиардов лет до минут благодаря простой частице информации это дает подсказку по поводу вероятности того как появилось биоразнообразие структура клеточных систем и вся наша сложность одна частица информации в структуре самого пространства вселенная не может быть чисто случайной в потоке вселенной должен быть механизм обратной связи дальнейшие доказательства можно найти во фрактальной математике тысячи лет традиционная математика описывала в основном созданные человечеством вещи и движения она могла описать пирамиду или колонну но для живых объектов вроде цветка или дерева нужна фрактальная математика фрактальная математика содержит в себе закономерности природы великий математик Бенуа Мандельброд создал программу использующую фрактальную математику для создания сложных форм когда Голливуд хочет создать новый мир в научно-фантастическом фильме новую планету новые растения новые формы жизни для передачи сложности естественного мира используется анимация основанная на фрактальной математике чтобы описать природу при помощи математики нужен механизм обратной связи так называемый цикл если начать с простой формы а затем циклировать форму то есть создавать формулу из самой формулы можно увидеть постоянное нарастание сложности это завораживающее и прекрасное зрелище если внести формулу или базовую формулу изменения можно добиться крайне разных результатов возможности практически безграничны наблюдение за этим невероятным разнообразием и сложностью помогает понять важную роль обратной связи во вселенной что есть сознание что есть восприятие самого себя для появления подобного должен существовать механизм обратной связи например вы смотрите на себя в зеркало и знаете что это вы что если сознание на самом деле функция обратной связи для пространства такая динамика могла бы породить самосознание мы отправляем информацию в пространство а пространство нам исходя из нашего восприятия этот механизм обратной связи может быть источником самоорганизующихся систем которые окружают нас на биологическом уровне и в итоге приобретают самосознание так пространство видит себя и узнает о самом себе появляясь на свет и впервые получая сознание мы учимся получать информацию от всего что нас окружает от родителей из книг и технологий мы живем во время информационной перегрузки нас бомбардируют сообщения отовсюду наши варианты по принятию сообщений бесконечны и крайне важно на чем вы фокусируете внимание мы знаем что у вселенной есть обратная связь как и у нашего мозга мысли не только отпечатаны во вселенной они также глубоко влияют на наше восприятие мира дар сознания это возможность ощущать чудесные моменты жизни также оно позволяет переживать болезненные моменты с возрастом вы понимаете что ничто хорошее не вечно как и плохое потому что наш мозг располагает невероятной способностью адаптироваться мы можем научиться смещать внимание менять восприятие меняя содержание обратной связи благодарность и позитивное мышление дополняют друг друга создают прочную спираль путем общения с друзьями и природой внутри вас живет сила вселенной и вы можете преодолеть что угодно помните мудрые слова и это пройдет как личность вы вкладываете свои мысли и намерения во вселенную и через механизм обратной связи вселенной к вам возвращается совокупная энергия вы находитесь в постоянном космическом танце со вселенной великий поэт Руммия писал хватит быть таким малым ты вселенная в восторженном движении как отдельные личности мы сильны но еще сильнее мы когда танцуем вместе когда коллективно сосредотачиваем энергию когда разделяем поток поток энергии реален и мы его ощущаем некоторые учатся познавать энергию через йогу через медитацию некоторые испытывают ее на крупных спортивных матчах вместе с тысячами фанатов поддерживая общую цель и это приятно но мы способны намного больше человечество человечество способно достичь невероятного если объединиться глобально ради положительных изменений и коллективной эволюции вы важны во вселенной вы часть космического потока думаю каждый человек невероятное чудо и каждый человек очень важен для нашей эволюции ваше тело чудесный пример согласованности и синергии все системы работают вместе без единой мысли синхронно с вашим мозгом мозг возможно одна из самых невероятных вещей во вселенной он совершает миллиарды операций в секунду делает все чтобы вы были живы только подумайте о всех невидимых процессах в организме он заживляет раны помогает искать болезни дает энергию что если перестать осуждать свое тело и полюбить его за то что оно является невероятным чудом как по-вашему изменилась бы жизнь ваше тело сосуд вашего восприятия мира и вселенная позволила вам стать частью космического потока космик фло если бы люди понимали каким чудом являются они бы никогда не злились на себя не ощущали бы себя меньше чем они есть на самом деле они бы поняли что являются частью невероятного мира природы к которому у них есть доступ у них во вселенной есть сила они на многое способны они могут преобразить себя и в результате преобразить вселенную прорыв, но сети Известный математик Бенуа Мандельборд доказал, что чем меньше единицы измерения, тем точнее будут результаты. Это важно в работе Насима Халломейна, потому что в своих расчетах он использует частицу планка, наименьшую меру во Вселенной, что ведет к невероятной точности. Итак, насколько же мала частица планка? Чтобы дать вам концептуальное понятие о пропорции размеров частицы планка и протона, если бы частица планка была песчинкой, протон был бы размером с расстояние между Землей и Альфой Центавра. Огромный шар, занимающий большое пространство длиной в четыре световых года. А затем заполните это расстояние песчинками. Вот сколько частиц планка в протоне. Представьте себе, что все песчинки Земли были бы лишь самыми крошечными частицами в составе протона. Это отображает не только размеры частицы планка, но и количество частиц планка, помещающихся в протоне. Харамейн рассчитал, что все частицы планка содержат в себе информацию обо всех протонах Вселенной. Их колебания частиц планка создают информационную сеть, которую Вселенная использует для постоянной обратной связи. Эйнштейн был очарован светом и его устройством. Его мысленные эксперименты привели к нескольким интуитивным идеям, которые навсегда изменили мир. Одной из них была теория относительности. Общая теория относительности объясняет гравитацию как последовательность изгибов пространства, созданных присутствием массы и энергии. И пространство-время можно рассчитать через геометрию. Оно буквально ведет себя как ткань, растягивается и прогибается. Если расположить более легкие объекты рядом с тяжелым, они вращаются под влиянием гравитации тяжелого объекта. Эйнштейн считал ткань пространства, времени и гравитации продолжительной. Харамейн видит ткань как бесконечное число частиц планка. На космологическом уровне она ведет себя как ткань Эйнштейна. Но важный прорыв заключается в том, что благодаря частицам планка ткань получает силы вращения и гравитации, учитываемые геометрией Харамейна на квантовом уровне. Если подумать о воде в недвижимой кухонной раковине, она может показаться целостной. Но если вытянуть пробку, вода начнет образовывать воронку у слива, а остальная поверхность будет плоской. Таким образом, Харамейн приходит к пониманию теории Эйнштейна. Однако на самом деле вода состоит из капель и делает вращение возможным на квантовом уровне. Другое отличие в том, что нельзя считать ткань единой поверхностью. На самом деле она бесконечно низка и бесконечно высока. Бесконечно левая и бесконечно правая среди огромного количества частиц планка. Это делает вращение возможным где угодно. Эйнштейн геометризировал пространство-время на космологическом уровне и до самой смерти полагал, что будет такое же решение для квантового уровня. Это меня вдохновило. Эйнштейн был очарован светом. Харамейн безнадежно очарован силами ротации. У всего во Вселенной есть вращение. И я пришел к выводу, что фундаментальная сила, производящая вращение, происходит от изменения плотности в структуре самого пространства. Точно как и небольшое изменение плотности между горячим и холодным воздухом вызывает ураганы. А ураган, если присмотреться, похож на галактику. В структуре пространства генерируются такие же силы благодаря изменениям в плотности энергии пространства. Структура вращения имеет решающее значение для понимания динамики Вселенной. Подумайте о всех видах вращения. Земля вращается на скорости около 1000 км в час вокруг оси, вокруг Солнца на скорости 67 тысяч км в час. Солнце вместе с системой вращается вокруг галактики на скорости 560 тысяч км в час. Галактика движется по Вселенной на скорости 1,3 миллиона километров в час. Вращается наше ДНК. Атомы, протоны, все во Вселенной. Вращение может быть тем, что всех нас связывает. Мы живем во Вселенной, где все вращается. Учитывая взаимосвязь вращающихся объектов, можно иначе взглянуть на гравитацию. Гравитация является самой загадочной силой в космосе. Поэтому очень мало квантовых моделей включают гравитацию. Отчасти это является причиной разрыва между квантовым и космологическим мирами. Харамейн задал вопрос, где лучшее место во Вселенной, чтобы увидеть интенсивное взаимодействие между силами вращения и гравитации. Ответ — край черной дыры. Харамейн изучал возможную связь между силой вращения и гравитацией, связанными на квантовом уровне. Динамика вращения пространственно-временной структуры порождает то, что мы называем черной дырой. Это новое уравнение доказывает, что колебания частиц планка производят эффект. Черная дыра — результат вакуумных колебаний частиц планка, динамически и коллективно организованных. С этой новой точки зрения мы начинаем видеть галактики по-новому. Теория Харамейна предсказывает существование сверхмассивной черной дыры в центре каждой галактики. Это напоминает помешивание утреннего кофе. Кофе полностью черный, очень темный, и вы не видите самого вращения. Но как только вы же добавляете сливки, появляется вращение. И звезды, пыль и электромагнитное излучение галактики делает уже существующее в вакууме вращение видимым для нас. И мы говорим, смотрите, галактика с черной дырой посередине, и черная дыра, и сама структура вращающейся галактики на самом деле существуют до того, как мы получаем способность их увидеть. Универсальные черные дыры, гигантские объекты в центре галактик, квазеры и так далее, они фактически обладают той же динамикой внутри крошечного объекта, который мы зовем атомом. И если взять протон из ядра атома, мы видим ту же структуру, ту же динамику, что и в черной дыре, только в очень маленьком объекте. Леонард Саскинд, преподаватель теоретической физики в Стэнфорде, вместе со Стивеном Хокингом прославился изучением информационного парадокса. В серии своих мини-лекций он заявлял, что между частицами и черными дырами нет четкого разделения. Многие физики, включая Саскинда, самостоятельно изучают новое понимание о черных дырах. Харамейн предполагает, что связь между силами черной дыры и протонов может оказаться значительной. Мы созданы из этих объектов, из протонов и атомов, молекул и так далее. Логично, что такая динамика должна быть найдена даже на биологическом уровне. Вот что это за творение. Фактически, оно извергается из вакуума через черную дыру в нашу реальность. Исследования показывают, что частота вращения вокруг черной дыры очень велика. Она очень близка к скорости света. Эта теория 20 лет назад предсказала этот результат. Все эти компоненты говорят нам, что черные дыры не являются результатом материального мира, но материальный мир может быть результатом динамики черных дыр. Информация и энергия распространяются по Вселенной. Для многих людей наука о соединении протонов является невероятной, перекликаясь со связью с жизнью. Мы очень глубоко ощущаем связь с жизнью находясь с близкими или семьей, с домашними питомцами и дикими животными. Удивительный поток природы и являет нашу связь с естественным миром. Сначала цивилизации человечество ради добычи, пищи и навигации полагалось на Солнце и звезды. Попытки понять силы природы, работающие в нашем мире, толкали человечество вперед. Тысячелетиями люди смотрели на птиц и мечтали летать, но большую часть человеческой истории полет считался невозможным. Каков следующий большой шаг в полете? Нас окружает структура пространства-времени. Представьте, что мы научимся влиять на эти структуры, чтобы контролировать их и заставить работать на нас. Гравитация является результатом небольших колебаний в структуре вакуума. И контролируя их, воздействуя на них, мы могли бы передвигать объекты. Как только мы поняли основную механику гравитации, мы научились контролировать ее и влиять. И тогда нам открылись невероятные возможности. Более 50 тысяч рейсов в день. Представьте, что все эти самолеты не будут нуждаться в ископаемом топливе. Представьте положительное воздействие на окружающую среду. Однако, чтобы стать обществом, способным летать по Солнечной системе или даже по Галактике, нам необходимо усилить технологии и углубить понимание о таких вещах, как гравитация. вертолет позади меня производит массивную подъемную силу, создавая разницу давления в вихре в структуре воздуха. Представьте, что можно сделать, создав такое же давление или такое же изменение градиента в структуре колебаний самого вакуума. Пространство искривится и будет генерировать то, что Эйнштейн описал, как гравитацию в пространственно-временной кривой. Таким образом, мы можем контролировать гравитационное поле. можно создавать градиент в структуре самого вакуума. Мы уже делаем это благодаря эффекту Казимира, где создаем небольшой градиент между двумя местами, что заставляет пространство складываться. И теперь мы смогли добиться динамического эффекта Казимира, но вместо пластин мы используем полупроводниковые зеркала, которые обладают высокой частотой колебаний и выбрасывают маленькие фотоны из вакуума. Таким образом, мы уже выделяем какую-то энергию прямо из вакуума. Это открывает невероятные возможности. Подключение к сети структуры пространства ведет к космическим путешествиям на очень больших расстояниях и так далее. Мы уже отправили зонды к Плутону и вне Солнечной системы. Хаббл видит самые отдаленные точки космоса. И мы поняли, что связаны со всем этим. Ваша связь со Вселенной начинается задолго до вашего рождения. Знаете ли вы, что атомы и элементы вашего организма были созданы в центре звезд? Углерод. Азот. Железо. А когда звезда взорвалась, они распространились по Вселенной. Атомы ваших рук, ног и сердца могут происходить из разных звезд. Мы связаны со звездами очень глубоко. Мы буквально созданы из звездной пыли. Индивидуальные примеры связи жизни со Вселенной. Наши горы наблюдали за становлением человечества. Но есть повод спросить, добрались ли мы до вершины? Или же мы способны на большее? Представьте, что мы открыты для новых идей, настолько заоблачных, насколько возможно. И мы идем по этому пути для себя и для человечества. Потому что все мы едины. Мы прошли долгий путь, чтобы на самом деле понять идею, что вверху, то и внизу, что снаружи, то и внутри. Если силы черной дыры присутствуют в крошечном протоне, это меняет наш взгляд на единство мира. Наши мечты о будущем развиваются и становятся в уравнении связи со всем человечеством. Эйнштейн считал, что единое уравнение должно быть предельно простым. Он не содержит свободных параметров. Это уравнение носимо Харамейна. Оно не содержит свободных параметров и решает проблему гравитации и массы как на космологическом, так и на квантовом уровне с использованием простой геометрии и алгебры. Я взял радиус, рассчитал площадь, объем, а затем разделил все на маленькие сферы, чтобы узнать, сколько внутри, а сколько извне. Извне в нашей статье было помечено буквой ЭТА, а внутри заглавной Р. Далее я просто поместил Р над ЭТАЙ. Я просто изучил взаимосвязь внутренней информации с информацией, появляющейся на поверхности. Я получил соотношение и в итоге умножил его на массу Планка. Результатом моего уравнения была точная гравитационная масса черной дыры. Просто путем пикселизации внутренней и внешней поверхности черной дыры. И глядя на соотношение, я вдруг нашел решение для гравитации. Решение для уравнения поля Эйнштейна, основанное на голографии, а также на частицах Планка. И так оно было квантовано. Эйнштейн говорил, что нельзя решать проблемы мысля точно так же, как и при их создании. Создание этого мостика для объединения великого раскола физики является большим шагом к построению более продвинутой физики. В моей статье, написанной и отправленной в библиотеку Конгресса в декабре 2012-го, я предсказал, что радиус протона должен иметь именно такое значение. В статье я заявил, что более точные будущие измерения подтвердят эти теоретические результаты. я начал работать над публикацией статьи, разослал ее коллегам по всему свету, получил положительные отзывы от передовых физиков. Затем неожиданно статью опубликовали. 21 января 2013-го новые измерения радиуса протона подтвердили значение, предсказанное Харамейном. Экспериментальные результаты подтвердили то, что хотел услышать квантовый мир. Показатели получились на 4% ниже, чем ожидалось от стандартной модели. научному сообществу было очень сложно принять измерения. Насим, вы были правы. Что скажете? Боже мой. Проверка значения в прямом эфире. Вершится история. Новая теория дает объяснение взаимосвязи гравитации и массы, представляя новый источник энергии. Отлично. Сразу же. Фантастика. Боже мой. Это невероятно. Новость облетела мир через несколько минут и была подхвачена крупнейшими СМИ планеты. Она уже по всему свету. Сетевые издания Индии, Германии, Европы. Уже через несколько часов я понял, что мы добились существенного вклада и изменений. Мы даем начало новой парадигме, новому моменту в истории науки, в истории понимания Вселенной и планеты. 30 лет я представлял этот момент, когда моя работа появится в крупных новостных лентах по всему миру. Мы очень многого добились и этот день настал и это немного странное ощущение. Боже мой, это случилось на самом деле. и казалось бы день как день, но это знаменательная дата. Возможно, этот день изменил науку навсегда. Пока не было дня, изменившего науку навсегда. Оглядываясь на историю физики, можно заметить, что эта закономерность повторяется. Кто-то предлагает идею, которая позже становится стандартом, но на момент самой идеи ничего не происходит. И иногда имеет место критика, потому что это другой способ мышления. Мы лишь сейчас открываем неопубликованные работы сэра Исаака Ньютона, которыми он не делился, потому что они противоречили религии того времени. Это напоминает управление большим кораблем. Штурвал вращается, но срочного изменения курса нет. В мире физики на это могут потребоваться годы. После публикации статьи Харамейна пригласили поделиться знаниями в одну из крупнейших лабораторий мира. Однако, когда администрация узнала об успехе, приглашение отменили, потому что они решили искать иное решение. Человек трудился 30 лет и считал, что это переломный момент, но история снова повторилась. Потенциальный прорыв в понимании не воспринимается. Больше всего я боюсь, что мир неправильно поймет мои слова. Не поймет меня. Люди будут продолжать путь самоуничтожения, по которому мы идем сейчас. И эта невероятная возможность нашей цивилизации расти и развиваться до галактического общества будет упущена. Надеюсь, я смогу вдохновить людей мыслить иначе, не бояться своей сущности и не принимать на веру все, что преподается в школе или подается в СМИ или где угодно. Люди должны уметь усомниться в правдивости информации и делать все это нужно конструктивно. Это ведет к глубокому пониманию и высокому уровню креативности. Надеюсь, мой путь и все эти исследования могут вдохновить людей. Наука не всегда меняется внезапно. Греки предсказали существование атомов за 2000 лет до их обнаружения. Обложка Scientific American большими буквами кричит «Проблема протона». Смогут ли ученые пойти по совершенно новому пути в физике? Смогут ли физики постичь, что измерение свойств протона крайне важно для понимания Вселенной? Первое измерение 2010 года категорически отличалось от логики науки. Все говорили об ошибке, а не точности. При следующем измерении было задействовано более точное оборудование, и результаты повергли в еще больший шок. Я сразу же нашел статью, подтверждающую правильный расчет радиуса протона, и утверждающую, что в предыдущем опыте ошибок не было. Я взял это число и подставил в свое уравнение. Это было просто нечто. Я был очень рад видеть, что мой прогноз со стандартным отклонением был подтвержден. я получил доказательства в поддержку того, что теоретический результат в точности соответствует радиусу протона, и понемногу осуществляются эксперименты, подтверждающие теорию. Теория очень сильная. По общепринятому суждению, во Вселенной существует четыре фундаментальных силы. Гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые взаимодействия. Но сильные и слабые взаимодействия были теоретизированы, прежде чем мы поняли черные дыры. Из моих исследований черных дыр и изучения их структуры я узнал, что протоны из ядра атома могут вести себя как мини-черные дыры. Если описать протон как черную дыру, вы вдруг увидите, что гравитационные силы двух черных дыр, которые притягивают друг друга, дают то самое сильное взаимодействие, держащее ядро вместе. Точно то же. Непримерно, а именно точно. Сильное взаимодействие мы изобрели из ниоткуда. Мы не знали, как протоны держатся вместе. Они позитивно заряжены и должны отталкиваться. Узнав об этом, мы изобрели взаимодействие, чтобы поддерживать связь. Мы сказали, что гравитация слишком слабая, поэтому придумали новую силу. И с тех пор гравитация и сильное взаимодействие не могут примириться. Все потому, что одну из них мы придумали. с тех пор суперкомпьютеры работают днем и ночью. Мы инвестируем миллиарды в суперкомпьютеры, чтобы найти решение сильного взаимодействия. И по сей день оно не найдено. Может, это неправильно? Попробуем иначе. Поскольку протоны вращаются очень быстро, при разведении очень большая сила притяжения быстро уменьшается. Так называемый потенциал Юкавы. Из геометрии исходит точное решение по поводу силы, необходимой, чтобы удержать протоны вместе. протоны вместе. Отсюда выходит вращение протонов. А из вращения я экстраполировал спектр силы притяжения протонов. Если бы протоны были мини-черными дырами, эта сила была бы полностью устранена. нам не понадобилось бы сильное взаимодействие. Мы бы поняли, что эта гравитация на квантовом уровне. Теперь я могу заменить сильное взаимодействие гравитационной силой и устранить крупнейшие сложности квантовой теории и уменьшить количество фундаментальных сил Вселенной. Это новое объяснение источника сильного взаимодействия. Сила идти дальше мне дает невероятный переход, который видишь, когда человек понимает, что он совсем связан и важен во Вселенной. В повседневной жизни мы оставляем отпечаток в структуре пространства времени. Мы информируем структуру вакуума. Если бы нас не было, все было бы иначе. Мы на самом деле участвуем в невероятно сложной работе природы. И общение всего, что в ней есть, происходит через этот отпечаток, который мы оставляем в структуре, по ходу жизни, интерпретируя то, что чувствуем и видим. У нас есть ответственность восприятия, чувствах и поведения, в том, чем мы питаем Вселенную. Каким вы хотите видеть свой отпечаток? У вас есть сила каждый день, каждый миг выбирать свои эмоции и представлять себя миру. Ваш выбор имеет значение в вашей жизни и влияет на жизни окружающих. Мы можем снова увидеть мир глазами ребенка, удивляться, воображать, творить, исследовать и усомняться. Сердцем мы воспринимаем все, чего не видим. Если подключить силу воображения с любви и сердца, наш мир изменится, принося надежду на лучшее будущее. И это требует действий. Мы уже знаем об обратной связи вселенной, которая создает реальность, но есть и глобальная технологическая обратная связь в виде интернета. Мы потребляем контент, но также добавляем и свой. Мнение, фото, квиты, блоги. Мы ставим лайки, реагируем, комментируем и делимся. Это прекрасный пример механизма обратной связи. Мы можем помочь друг другу решить проблемы, как никогда ранее. У человека проблема, он пишет о ней, и мы все можем приобщиться к решению парой кликов. Ученые во всем мире могут удаленно сотрудничать посредством обратной связи. Мы живем в самое технологически связанное время в истории. Что же мы сделаем с этой возможностью? Технология это двойной меч, он рубит в обе стороны. Многие считают, что сама технология является ключом к лучшему будущему, но ключ кое в чем большему. Сознание и желание управлять технологией, которая изменит мир. Выбор за нами. Мы можем не просто использовать технологии для понимания механики сердца. Мы можем прислушаться к сердцу, подключиться к нему, вдохновиться им, научиться заботиться о нем и использовать в полной мере. Наше сердце является частью великой связи во Вселенной. Вместе у нас есть шанс поднять поток сознания. Мы можем сделать доброту главной чертой. Мы можем активно создавать мир, в котором мы сосредоточимся на хорошем. Мы можем обновлять надежды, создавать решения, и делиться старой мудростью и новыми идеями. Трудно было объяснить кому-то 40 лет назад невероятное воздействие простой активности интернета и ее влияние на все аспекты жизни. Молодым людям трудно представить прежний мир, потому что все быстро меняется. Можете представить, что будет через 20 лет. Куда нас заведет наука? Как будут выглядеть технологии? Что мы узнаем в виртуальной реальности внутри протона, взаимодействуя с экспериментальными данными в реальном времени? Очень приятно видеть интерес, который приносит новое теоретическое понимание. Мы работаем с супериндустриями и лабораториями для разработки технологий, имеющих решающее значение для планеты и общества, включая производство энергии, гравитационный контроль и так далее. Происходит много невероятного, и мы быстро продвигаемся к достижению нового уровня понимания Вселенной, себя в ней и нового технологического уровня. По оценкам ученых, человеческие знания впервые удвоились за полторы тысячи лет. Затем к 1900-му они удваивались каждые сто лет, к 40-м каждые 25, а к 2013-му каждые 13 месяцев. И диапазон удвоения продолжает сокращаться. Но само знание не обязательно означает мудрость. Леонардо да Винчи сказал, научитесь видеть, поймите, как все связано между собой. В плане понимания он положил начало мультидисциплинарной связи, делая инновации в науке, анатомии, биологии, инженерии и искусстве. Да Винчи и другие великие люди показали нам, что нельзя идти по жизни вслепую и видеть все по отдельности. мы можем расширить наше видение и увидеть красоту всего, что нас окружает. Мы можем строить мостики, соединяющие разные дисциплины и интегрировать знания с более высокой точки зрения. Те очень важные моменты, когда вы что-то читаете или изучаете теории, изложенные как официальные, у вас есть возможность принять это как истину. и полностью игнорировать то, что творится внутри вас, какие-то другие мысли. Или же вы можете созерцать то, чему научились. Возьмите идеи, которые могут быть правильными, и попробуйте добавить свой взгляд для изменения. В течение 30 лет Насим Харамейн был готов задавать вопросы, исследовать новые идеи, и этот путь завел его далеко вперед. Теперь, работая с доктором Альвекой, он смог расширить решение голографической массы, и точно предсказать массу электрона в атоме водорода, и всех элементов периодической системы, поднимая точность физической реальности на новый уровень. Стандартный подход не в силе дать такой конкретике. Все эти инновации — это шаг способности вступить в новую эпоху единой физики. Мы живем во время великих возможностей. Мы все в этом мире вместе, и вместе мы сильнее, чем по отдельности. У нас есть возможность объединиться, представить себе желаемые изменения в мире, способ осуществить коллективную эволюцию, любовь, и изменить подход к науке. Мы можем представить себе взаимосвязанный мир и вносить новые идеи в науку, медицину, бизнес и жизнь, усиливая их связь. Многие испытывают чувство и уверенность в том, что происходит нечто невероятное, великое изменение в сознании, и люди понимают. Отгородившись от мира, нельзя перейти к более связанной с ним форме существования. Это означает принятие самых передовых философских и духовных идей, которые мы находим в веках от мудрецов, утверждающих, что все связано, что мы едины. Нам рассказывали о фоновой энергии, о силе, создавшей солнце, планеты и жизни. Наука доказывает, что возможности исследовать обширность Вселенной бесконечны, как неограниченные возможности для изучения себя. Мы можем создавать новое будущее для себя и положительное будущее для человечества и исследовать нашу согласованную Вселенную. Посвящается моему отцу Брюсу Картеру. ШАЛОМ ШАЛОМ Брюсу Картеру. ШАЛОМ 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 Я Брюсу Картеру. ШАЛОМ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok